получила дмитрий еще раз повторюсь получила дмитрий отправления это проводка датчик положения коленвала и проводка датчика температуры топлива даже хомутики вложены огромное спасибо почему я решил купить потому что сделано реально качественно вот и мне очень понравилось качество изготовления в принципе на проводку датчика положения коленвала делал сам но тут тут чувствуется просто рукам мастера вот будем менять ее я думаю будем менять ее завтра тоже все это зафиксирую на камеру контакты загермечены не контакты а входы в разъем загермечены здесь стоят уже новые фишки в принципе те вытаскиваете вставляю все ну и здесь также я беру меня подкупило качество и желание быть как это называется перфекционистом завтра я объясню что это значит на примере на компьютере вот что такое желание быть перфекционистом моем понимании все всем пока вот братья по несчастью или братья по счастью весь мой проект перфекционизм как я сказал начался с того что при сканировании сканером повисала одна ошибка сейчас мы ее посмотрим вот она ошибка прокрутка с высокой скоростью потеряна синхронизация постоянно она висит и она не сбрасывается вот при попытке ее сброса сброса вот она чистка ошибок так кода неисправности будут удалены делаем ок и получаем шмок она не сбрасывается она постоянно ошибка синхронизации или рассинхронизация вот сперва я думал что это навернулся датчик но поняв что при неисправном датчике я просто бы не завел свое авто потом я подумал что это в проводке дело я смастерил сам проводку покурил формы смастерил проводку подсоединил ее но казалось что ошибка все равно не уходит и потом опять покурив кучу форумов покурив кучу форумов я наткнулся на такую мысль что при повисании ошибки ну так скажем ошибочном сигнале от датчика температуры топлива или об отсутствии сигнала с датчика температуры топлива повисает ошибка как раз о рассинхронизации коленчатого вала я не знаю как это все связано даже как сказать фантазировать не буду но это так вот сейчас я вам попытаюсь показать где эта ошибка с температурой топлива так но вот коллеги смотрим теперь потоковые данные видите температура воздуха температура топлива на магистре температура жидкости и теперь вот она температура жидкости у меня 30 градусов а температура топлива 60 это значит что с датчика не поступают данные датчика температуры топлива и есть зависимость данных с датчика температуры топлива и прокрутки ну и рассинхронизации частоты вращения коленчатого вала я не знаю какая тут взаимосвязь вот и задавшись этим вопросом я повторяю я прокурил много форумов интернетовских где людьми было выявлено эта зависимость датчика температуры топлива и датчика вращения коленчатого вала и ну мне как перфекционисту захотелось это исправить и сейчас посмотрим как у меня это получится вы помните что рассинхронизация постоянная и датчик температуры топлива ну мозги грубо говоря подставляют 60 градусов потому что с датчика температуры топлива нету сигнала вернемся к этому разговору чуть позже когда я поменяю проводку вот как я уже говорил я связался с одним из людей которые собственно и выявили эту закономерность когда пропадает сигнал от датчика температуры топлива собственно тот же датчик температуры охлаждающийся охлаждающей жидкости вот но не суть когда попадает сигнал от него выявлена зависимость что попадать это вли оказывает какое-то влияние и на сигнал от этого датчика от датчика положения коленвала ну как я говорил я уже менял проводку датчика положения коленвала вот это не привело к устранению проблемы поэтому я связался с дмитрием и приобрел у него проводку датчика температуры топлива сейчас я ее попробую поменять и посмотрим что и топа все как я уже показывал ну собственно собственно вот он компьютер я думаю всех у кого есть второй discovery знает где он находится я почему-то захотел начать установку с него и прокладку кобелей я сброшу массу потому что вот тема менять раз и отсоединить разъемы и что это никакого-то эффекта не оказала на всякий случай я сброшу массу целиком У меня хоть тут и есть этот барашек, но все равно, чтобы этот провод уже не мешался. Ну и вот, все, кто имеет машину, все знают, где находятся красные разъемы. А провода от этих датчиков приходят именно на красный разъем. Я комп вообще откинул, чтобы он пока не мешал. И уберу его. Будем работать с красным разъемом. Вот она моя самодельная проводка, которую я делал, она сюда приходит. Но я сейчас ее буду менять. Будем считать, что разъем чистый. Получается, при помощи иглы подделаю ее. Вот они, шпеньки, видно. Ну-ка. Как-то... Вот так вот мы высовываем. Игла такая скорняжная у меня. Так. Теперь берем, собственно, новую проводку. Я решил начать прокладку от блока. Потому что кабель длинноват. Маленько. Где-то придется выбирать слабину. Поэтому большой разницы нет. На мой взгляд, откуда начинать. На мой взгляд, собственно, большой разницы нету, как вставлять именно два провода в фишку. Потому что датчик положения коленвала, это, собственно, катушка. Там нету полярности, плюса и минуса. Поэтому, если при установке... Так скажем, при установке нельзя перепутать полярность. Поэтому Принципиальной разницы нету, как ставить провода, именно провода на датчик. Есть принципиальная разница, чтобы не перепутать контур заземления с каким-то из проводов. Контур заземления это простой обгаленный провод. И он ставится, ну, ниже. Вот. А Два провода, которые идут от датчика, я говорю, тут принципиальной разницы нету, как их ставить. Поэтому... Будем ставить, как придется. Ну, не как придется. В смысле. Поставим пока. Подвести. Замена, в принципе, очень простая. Одни фишки вытащил, другие вставил. Сложнее, на мой взгляд, вот эту вот юбку туда запихнуть. Вот и все, собственно. Проводку датчика-то немало. Мы поменяли. Практически. Так, теперь посмотрим, на какие фишки приходит температурный датчик. Пятая и девятнадцатая фишки. От датчика температуры топлива. Так, ну и вот. Если вот так вот смотреть на эту фишку, получается, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый в обратном порядке до двадцать четвертого, получается. Потом двадцать пятый, двадцать шестой, чук-чук, и до тридцать шестого. Датчик положения коленвала это тринадцатый, шестнадцатый и тридцать шестой. Датчик температуры топлива это девятнадцатый, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, я его уже вытащил. И вот здесь раз, два, три, четыре, пять. И вот он пятый. Пятый это розовый с черной полосой провод. Ничего, в принципе, сложного. Грустно об этом. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас мы его вытащим. Ничего, в принципе, сложного. Просто надо понять. Ну, понять это несложно. Аккуратно-то просто все попасть, все выходит. Фишку сперва подаем, вроде как, вперед, просовываем иголку. Тут вот они, ну, прям вдоль клеммы, просовываем иголку, отжимается там лепесток и вытягиваем. Сперва подаем туда, по максимуму, вставляем иголку, перетягиваем. Ну, и так у меня получилось, вот он, желтый. Желтый он у меня был на девятнадцатой. Розовый был на пятой. Ну, я тоже думаю, тут, в принципе, большого значения не имеет, как вставить, потому что тут тоже нету плюсы и минусов. Фу! Нету полярности. Тут датчик, это тоже, грубо говоря, сопротивление, которое работает от температуры. Меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Ну, так как у Дмитрия тут белый и желтый, ну, я поставлю желтый на то место, где был желтый, а белый поставлю. Розовый, чтобы выкатывали соответствовать цветам и так желтый у меня был на 19 вот он я вставил на 19, 16, 17, 18, 19 сейчас заправлю пока эту лубку для герметичности вот и все и на пятерочку теперь 1, 2, 3, 4, 5 хоп, хоп и заправляе ето лубку вот он датчик температуры топлива видно на него на него фишка висит сейчас вон он датчик положения коленвала с ним тяжелее он там внизу сейчас я скину фишку вот эту вот поставлю фишку от проводки которую я приобрел так сказать подключу его к новой проводке этот датчик подключу датчик положения коленвала и в принципе мы с вами сможем проверить правильно ли это теория что датчики как-то оказывают друг на друга влияние пока прощаюсь так ну вот я сделал проводку пока подсоединил мозги чтобы проверить сделать тестовый пуз проводку я провел вот ну просунул вдоль крыла вот она идет новая проводка и за за выбастиком вниз к к датчику положения коленвала и датчику температуры топлива сейчас попробуем запустить сделать тестовый пуз и посмотреть что отразится на компьютере ну а потом я уже до соберу все это до конца выдеру старую проводку и до соберу все это до конца но что-то мне подсказывает если я все правильно сделал в смысле того что правильно определил пины на фишке и выдернул и подсоединил все правильно то все будет работать потому что вот он один провод который шел на датчик положения ой на датчик температуры топлива он уже был перетерт и перетерт где-то получается вот вот в районе я снял бачок чтобы посмотреть где перетерлась и перетерлась скорее всего вот в районе вот здесь вот видите здесь вот идет сейчас отвертку перетерлась скорее всего вот в этом районе здесь идет вот видите вот эти трубки на я на систему на систему оси вот они а вот он жгут идет плохо фокусируется вот он идет на систему оси трубки а вот он жгут идет и они вот здесь вот трутся скорее всего вот здесь вот перетерлась может где-то еще конечно но в любом случае что-то мне подсказывает что сейчас все будет нормально а это я уже попозже приподниму вот так вот чтобы они не терлись так что давайте посмотрим ну вот коллеги после замены проводки датчика температуры топлива топлива температуру начало показывать вот 9 и 7 уже градусов температура в топливной магистрали ну это и как сказать в этом не было сомнений после того как я обнаружил перетертый провод от датчика температуры топлива вот она температура в охлаждающем контуре ну чтобы вы видели и температура воздуха температура воздуха на пуске чтобы вы понимали что все работает все заработало так скажем ну и теперь самое что для меня интересное ну и вот он я я запустил опять сканирование двигателя видите по двигателю одна система ответила найдено ноль кодов ошибок хотя в принципе даже не удалял эту ошибку с с раз синхронизацией ну сейчас он уже до конца дойдет у меня включим посмотрим ну ошибок нет в принципе тогда теория подтверждается я опять говорю я не в курсе какая тут взаимосвязь она как-то трудно улавливаемая ну как бы там ни было так и есть так обрезка что-то не ответил но это ладно кодов ошибок нет вот так все всем спасибо за внимание ну и так коллеги как резюме всему тому что я чем я занимался эти выходные я поменял проводку идущую от датчика температуры топлива вот и вот датчика положения коленвала он ниже ну вот я думаю вы знаете где он находится вот она проводка идет новая блестящая прокинул ее вдоль моторного щита вдоль крыла и завел ее на мозги вот машина заводится работает что было почему висела постоянно ошибка еще как резюме датчик ой провод вот этот вот желтый от датчика температуры топлива был перебит перетерт не знаю сигнал короче не поступал мозги о температуре топлива сигнал не поступал мозги подставляли автоматом 60 градусов температуру топлива и автоматически висла рассинхронизация по вращению коленвала не знаю как они связаны еще раз повторяю ну вот может быть проводку то коленвала можно было и не менять но она уже вот она дубовенькая я ее в свое время заменил на свою самодельную вытащил эту и другую чтобы ремки не висели ну а проводка датчика вот фишка температуры топлива дубовый проще говоря лучше сделать сразу и быть уверенным чем возвращаться домой на эвакуаторе если что-то случится с проводкой на датчик положения колевала в принципе тупо не заведете машину про эвакуатор я в этом году возвращался на эвакуаторе грубо говоря трижды я сделал всю машину и я теперь знаю что дешевле заплатить и сделать чем пользоваться услугами эвакуаторщиков хотя они уже начали давать мне скидки вот но я думаю в ближайшие годы я к ним не обращусь так что всего доброго удачи на дорогах всем пока и и и и и и Продолжение следует...